Сегодня темной, холодной ночью на шестом километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, неподалеку от ее развязки, кто-то спросит, а что, Екат жестко постился и не бухал в Успенский пост? И сегодня праздничной Успенской ночью развязал? Ну, развязал-то он, прямо скажем, давно, еще при строительстве. Речь идет о развязке с кольцовским трактом. Так вот, в окрестностях этой сложной и в данный исторический период расширяемой, то есть модернизируемой развязки, случился смертоносный замес. В рамках которого пилот семиместного семейного минивэна Ford Galaxy фактически подставил под удар судьбы свою пассажирку на месте смертника, в результате чего она погибла мгновенно. Несмотря на то, что в Galaxy подушки безопасности вздулись по всем фронтам, ну, в смысле, по периметру. И вообще у этого минивэна в плане безопасности 5 звезд из 5 возможных. Уж какой надежной не казалась эта просторная семейная машина, а женщину не уберегла. Ну, а виноват в ее погибели исключительно пилот Ford. Декорация такая. По Якаду от Челябинского тракта в сторону Тюменского катился семейный минивэн, в котором ехали пилот, две женщины, девочка и две лохматые собаки. Была ли это семья? Не уточняется. Но идиллия, согласитесь, вот прям семейная. И нужно им было с Якада свернуть на кольцовский тракт, ведущий в аэропорт имени Акинфия Демидова. Возможно, семья собиралась куда-то лететь вместе с собаками. Или ехать. Это сейчас не суть важно. Главное, что пилот Galaxy, видимо, не очень хорошо в темноте, ориентирующийся на Якаде, обновляемую развязку с Росельбаном проскочил. И дабы вернуться на нее, не придумал ничего лучшее, кроме как крутануться на 180 через сплошную поперек даже и ночью очень оживленного Якада. Решил и развернуться. Вот видите, пилот Galaxy Виктор, явно шокированный и до невозможности огорченный происшедшим, честно осознался, что его не занесло на встречку случайным образом. А он умышленно, в потьмах, разворачивался поперек правил Якада и погубил свою пассажирку, в которую вонзился первый встречный Hyundai Solaris. Как уж так рулевой минивэна выбирал время и место для незаконного разворота, непонятно, но выбрал он их максимально неудачно. Смертельно неудачно. При ударе в пассажирскую дверь минивэна, Solaris при сложении сил изменил направление своего движения и отскочил в ближайший кювет, а по факту в полутораметровую яму, поросшую кустарником. В Hyundai находился только водитель. И перед его носом тоже вспухла кислородная подушка безопасности, но тем не менее он покалечился и на карете скорой отъехал в 36-ю травматологию. Да, в эту ночь на Якаде аэрбэги не сильно помогали людям. Одна погибла, другой травмировался. А вот зато остальные люди и собаки в семейном минивэне выжили и даже не пострадали. Сколько тысяч человек нам ехали? Еще трое. В каком они сейчас состоянии? Одна скончалась. А остальные? Остальные нормально. Неизвестно, куда направлялась группа людей на семейном минивэне. Может на отдых, может по делам. Но ясно, что теперь все дела пока привстанут. Во-первых, похороны молодой женщины. Во-вторых, у водителя Виктора возникли уголовные проблемы по 264-й УК, за которые можно реально сесть. За автоубийство одного человека в трезвом виде вырисовалось Виктору до пяти лет зоны. ВОКРАЯ МУЗЫКА ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА